Всем привет! В китайском шоу-бизнесе не все так спокойно, как хотелось бы. Актер Дэнь Лунь стал следующим, который столкнулся с серьезными последствиями после того, как был разоблачен за уклонение от уплаты налогов. 15 марта китайские государственные СМИ сообщили, что Дэнь Лунь был оштрафован на 106 миллионов юаней за налоговое мошенничество. По данным Шанхайского муниципального налогового управления, в период с 2019 по 2020 год он уклонился от подоходного налога с населения на сумму почти 48 миллионов юаней, а также недоплатил других налогов на сумму 14 миллионов юаней. В общей сложности его штраф составил 16,6 миллиона долларов США. Поскольку эта тема обратила на себя внимание его фанатов, пользователей интернета, актер тут же написал письмо с извинениями. Он писал, что в процессе сотрудничества с налоговыми органами я глубоко проанализировал себя и глубоко осознал свои ошибки. Я принимаю все решения налоговых органов. Я готов нести все соответствующие обязательства и последствия. И буду продолжать усердно работать, как всегда. Я глубоко извиняюсь за использование государственных ресурсов во время эпидемии. Согласно уведомлению, выпущенному Государственной налоговой администрацией в прошлом году, Китай усиливает регулярные налоговые расследования в отношении артистов, стремясь создать здоровую среду в индустрии развлечений. Знаменитости обязаны вести налоговые отчеты для своих студий или предприятий, а налоговые декларации и платежи должны проверяться властями. Уже несколько знаменитостей пострадали от подобного нарушения и приняли последствия. Но в нынешних условиях власти закручивают гайки. И поэтому для Дэнь Луня все может оказаться очень плачевно. Дело в том, что популярные бренды разрывают с ним контракты о рекламе, которые были заключены ранее. Актеру заблокировали выход в социальные сети. Многие платформы убирают его имя из всех проектов, в которых он принимал участие. А будущие проекты, которые уже сняты и готовились к эфиру, так и не покажут. Это касается дорамы «Ночные странники» и фильма «Мастер Ин-Янь. Мечта о вечности» вторая часть. Но фанаты не унывают. Они надеются, что хотя бы через пару лет актер вернется к работе. Нам остается только подождать и узнать, случится это или нет.